Управление зелёной экономики Алматы задумало сделать парк первого президента парка мирового уровня, сообщили в Горакимате. «Сейчас мы формируем один из главных активов, коридор который начинается с парка первого президента. Каждый алматинец да и гость города посещал хотя бы один раз этот парк. Сейчас это парк городского уровня, но мы планируем сделать парк мирового уровня», заявила руководитель управления зелёной экономики Наталья Левинская. При этом поясняется, что речь идёт о создании коридора от парка первого президента до Улкен Алматы и оттуда к Сайрану. Кроме того, Левинская презентовала Акиму города, Бакаджану Сагентаеву, проекты садового кластера, куда войдёт городской арборитум и культурные кластеры. Также министр национальной экономики Аси Тергалиев впервые с момента своего назначения на должность в январе этого года, наконец-то продемонстрировал реформаторское начало и заявил о внедрении инвестиционных рейтингов регионов для комплексной оценки эффективности действующих мер по привлечению инвестиций. Такой шаг, по мнению министра, будет стимулировать работу местных органов власти и подтолкнёт их к поиску новых инвесторов и созданию для них максимально комфортных условий. Аналитик Данияр Джумикенов считает, что эффективность предложенных мер напрямую будет зависеть от их итоговой реализации. Тут нужно учесть огромное количество моментов, проработать методику анкетирования, а также убедиться в том, что на людей не будет оказываться давление с целью завышения показателей. По его словам, приписки в рейтингах серьёзная проблема, причём не только для Казахстана. В частности, в конце прошлого года Всемирный банк провёл аудит уважаемого рейтинга бизнес-активности Doing Business и выявил случай манипулирования, вследствие чего были пересмотрены показатели некоторых стран. А сама методология расчёта в настоящее время перерабатывается, констатирует он. В целом же, по мнению господина Джумикенова, инициатива, озвученная министром, выглядит вполне уместно. Следует понимать, что над привлечением инвестиций в той или иной мере работают все страны, а значит, необходимо предпринимать максимум усилий для создания наиболее удобной инфраструктуры для энтузиастов. В теории, такой рейтинг регионов позволит усилить контроль над работой локальных чиновников в части создания комфортной бизнес-атмосферы, а также даст возможность более оперативно решать проблемы предпринимателей. Хочется верить, что результаты опросов будут находить отклик у правительства, но это всё теории на практике, одними рейтингами инвесторов не заманишь. Мера, предложенная министром, способна сработать только в комплексе с другими шагами.